МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На шествертом канале программа «Головная за тыдень» у студии Роман Бич и, как за усёды, в понеделях будем узгадывать самые яркие и интересные темы из информационной палитры региона «Сямидзён». На этом тыдне Брест на два дни стал великой медиапляцовкой. В областном центре прошёл 14-й Белорусский международный медиафорум «Партнёрство в имя будущего», «Журналистика» и «Социальная оборона громадства». Удел в им проняли представники из 25 краин. Традиционно на протяжении 13-ти годов глобальный медиафорум проходил в Минске. Селитая на першиню изменил свою прописку на региональную. В культурной столице СНД в городе с тысячаходовой истории собрались и главники самых буйных сроков массовой информации. Политологи и ведущие процедуники экспертной и мединной супольности. 250 гостей из них больше за сотню замежные с 25 краин свету. Великобритания, Россия, Эстония, США, Китай, Франция, Италия, Казахстан и шмат инших. Я думаю, одной из целей этого форума – это концентрация усилий международного медиа-сообщества на выработку позитивных взглядов в то, что происходит в нашей стране, на открытость и чистоту нашей внешней политики, которая основана на принципах добрососедства, взаимопонимания мира. Впервые Белорусский международный медиафорум проводится в регионе, в Бресте. Это не случайно. Во-первых, нынешний год – год 75-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Во-вторых, Брест первым принял эстафету «Пламя мира», вторых европейских игр. И в-третьих, в этом году в Бресте тысячелетний юбилей. Конечно, это тоже возможность показать гостям, участникам форума, многие из которых не первый раз приезжают в Белоруссию показать Брест, показать другие регионы. На пленарном посяжении у дельники форума окреслили основное коло пытаний для обмеркования. Информационная безопасность, уплыв социальных сеток и блока сферы на формировании громадской думки, сучастные тренды, интернет-журналистыки не могли не закрануть и тему «агульные медиапросторы». Если мы разойдемся и перестанем разговаривать на важные, общие, профессиональные темы, на темы будущего, на темы, действительно, как нам моделировать взаимоотношения, когда у нас не всегда безоблачные политические какие-то над нами тучи ходят, и отношения не безоблачные политические, это очень важно. В журналистике и в таком человеческом общении важно сохранять контакты. Форум, по-моему, этому служит. У других день работы форума отбылась и летняя школа журналисты. Работа прошла у трех секциях для представников телебачения и радио, личбовых и друкованных СМИ. У якости экспертов и спикеров медийные особы, представники ведущих сродков массовой информации Беларуси и Замежа. Самое важное, конечно, сейчас, в эти непростые времена, когда мир опять погружается в какие-то противостояния и постоянные споры и торговые войны, сохранять нам отношения на культурном и гуманитарном уровне. Поэтому участие здесь для меня прежде всего – это поддержание тех связей, которые были заложены еще 25 лет назад. Мы стоим на пороге качественных изменений не только в телевидении, но еще и в целом в журналистике, теории информации. И отвечать на эти вызовы надо будет именно тем людям, с которыми мы сейчас будем разговаривать. Техничные и технологичные изменения у СМИ. Интернет-простора – как пляцовка для новых махчимостей у подачи информации, будучи нетрадиционных, электронных и друкованных СМИ. Темы дискуссий. В фильме «Москва слезам не верит», ничего не будет, будет одно телевидение. Так сейчас говорят, ничего не будет, будет один интернет. Нет, на самом деле и печатная пресса остается, она востребована, и молодежные газеты увеличивают тиражи. То есть сейчас идет какая-то переоценка ценностей, сейчас идет формирование новых устоев, по которым мы будем работать в следующий век. Уздымались и пытания так званых фейк-ньюз, когда в погоне за худкостью и рейтингом губляется докладность информации. Информационный уплыв в социальных сетах и телеграм-каналах на громадство обмерковывали подчас круглого стола союзная держава 20 годов у медиапросторы, выники и перспективы. Закраналась и проблема с обеспечением граждан Беларуси и России объективной информацией об интеграционных процессах. И супрадея не спробом расповсюдживать заведомо и лживые звездки на эту тему. Много надо усилий предпринять, чтобы как-то этому противодействовать. Не то, что противодействовать, а этот запрос общества на эту информацию, он был удовлетворен. И в частности, подобного рода форумы, они как раз содействуют этому. Потому что мы эту тему поднимаем, мы говорим о том, как мы должны работать, мы говорим о том, какого рода информация должна получать в первую очередь распространение, и самое главное, как это делать. То есть вот этот стык между теми, кто непосредственно является исполнителями этих интеграционных процессов, это министерства, ведомства, специалисты, правительства, президенты и прессы, вот эта смычка, это взаимодействие должно быть более плотно. Спикеры зашлись и умеркований, что изменяются подыходы и худкости подаши информации, а леголовные якости, як проверенные факты и особистый профессионализм журналиста застанутся основными критериями успеха у каждого СМИ. Больше подробностей от тем, как прошел 14-й Белорусский международный медиафорум поговорим с гостем программы «Головная за тыдень» первым наместником министра информации Республики Беларусь Паулом Лёгким. Здравствуйте, Павел Николаевич. Здравствуйте. Итак, девиз форума «Партнерство во имя будущего» не изменен из года в год. Скажите, пожалуйста, означает ли это, что и цели задачи данного медиафорума также неизменны? Наша основная цель, главная цель – это развитие белорусского медиапространства на основе того международного опыта, который привозят к нам наши участники, наши гости. И эта цель, безусловно, остается неизменной, но в остальном, конечно, каждый новый медиафорум не похож на предыдущий. Если в прошлом году мы концентрировали внимание на развитии традиционных средств массовой информации в условиях давления со стороны социальных медиа, как с этим жить и как с этим дальше работать, то в этом году мы сконцентрировались на роли средств массовой информации в социальной защите общества. Но если говорить о значимости и уровне данного форума, ведь все 14 лет, насколько мне известно, 13, если правильно сказать, он проводился в столице. Но вот крайний раз все приехали в провинцию, в Брест. Это не случайно? Безусловно, не случайно. Я очень не люблю это слово «провинция». Может быть, сам, потому что из небольшого относительно города рода. Вы знаете, да, действительно, 13 лет мы не выезжали за пределы Минской кольцевой дороги. Вот в 14-й раз в этом году выбрались в Брест и абсолютно не пожалели. Брест оказался очень радушным, гостеприимным городом. Для нас важно было не просто, чтобы медиафорум нес какую-то новизну в своей содержательной части, но и важно было поменять место. Почему? Потому что у Брест тысячелетие в этом году. И нам хотелось вот... Гостям тоже показать, что такое Брест. Не только гостям показать, но и сделать городу, может быть, подарок. Хотя, может быть, это несколько хлопотно, принимать такой форум. Но, тем не менее, я полагаю, что вот в этот год, да, год тысячелетия Бреста, ну, наверное, важно было бы провести такое крупное международное мероприятие в Бресте. Ну, и я вам скажу, уже, может быть, по секрету, что некоторые гости, их немного, но я совершенно точно знаю, что они приехали сюда только потому, что мы сменили площадку с Минска на Брест. Ну, а какие из вопросов повестки медиафорума, на ваш взгляд, имеют особую значимость и, возможно, даже экстренного, может быть, подхода в решении определенных задач? Сегодня так бурно развиваются средства массовой информации, социальные медиа, что практически все те вопросы, которые мы обсуждаем, в некотором смысле имеют экстренный характер, и о чем говорили спикеры и в первый день, и во второй день медиафорума. Но я бы сконцентрировался на трех основных вопросах, которые обсуждались. Это информационная безопасность и обеспечение информационной безопасности в интересах общества. Это вопрос влияния социальных медиа на формирование общественного мнения и, соответственно, роли традиционных средств массовой информации в этой истории. Ну, и такой, безусловно, важный, на наш взгляд, вопрос, как повышение знаний, как наращивание компетенций наших белорусских журналистов, что мы видим одной из важнейших задач форума. Павел Николаевич, не секрет, что сегодня молодежь все больше уходит в интернет-пространство. И темы форума также об этом свидетельствуют. Этому вопросу уделено немало внимания и в крайнем 14-м форуме. На ваш взгляд, в связи с этим, как будет развиваться региональное и республиканское телевидение? Я думаю, что и региональному, и республиканскому телевидению в любом случае придется идти к потребителю, к зрителю, к аудитории. В том числе по площадкам социальных медиа, по каналам социальных медиа идти к своей аудитории. Давно минули те времена, когда за губернской газетой выстраивались очереди. Сегодня для того, чтобы продать контент, продать медиа, продукт какой-то, нужно самому искать этого покупателя, эту аудиторию. Ну, таковы реалии. Поэтому, безусловно, за молодежью нужно идти туда, где молодежь находится. В социальные медиа в том числе. Сегодня много как раз говорят, и на медиа-форуме об этом тоже немало говорили и спорили. Говорят о том, что, наверное, может быть не стоит традиционным средствам массовой информации бросаться в пучину социальных медиа и пытаться тратить ресурс для того, чтобы на площадках социальных сетей продвигать свой контент. Что, наверное, стоит остаться в тех форматах, которые существуют. Допустим, мы полагаем, что следовало бы все-таки идти навстречу аудитории. И уж тем более, когда это касается молодежной аудитории. Каким образом? Тут можно подумать. Ведь мы сегодня говорим о многоформатности средств массовой информации. Мы сегодня говорим о том, что телевидение – это же не только голубой экран. Нажал кнопку, и вот перед нами на экране телевизора красивая картинка и экран. Это еще социальные медиа. Мы сегодня видим, как растет объем трафика, который приходится на мобильные платформы различного рода. Сегодня у нас через смартфон, собственно говоря, проходит более половины белорусского интернет-трафика. И эта история, она имеет явные перспективы. Наша задача сегодня – прийти на ту технологическую платформу, которая близка молодежи. Дать ей тот контент, который интересен ей. Но не только развлекать, но и доносить важную полезную информацию. Это, собственно говоря, тактика инфотеймента. Ну и, наконец, найти те форматы. Может быть, форматы социальных сетей, форматы Инстаграма, Ютуба, я не знаю, ВКонтакте. Для того, чтобы найти там свою аудиторию. И самое главное, не просто найти, удержать. Удержать молодежную аудиторию. Павел Николаевич, не секрет, что целями и задачами медиафорума не только являются обмен опытом мастер-классы для повышения уровня и квалификации наших журналистов, но также и для получения обратной связи у этих журналистов, которые сегодня работают у нас в медиапространстве. Вот, исходя из полученной обратной связи 14-го медиафорума, можно ли уже говорить о каких-то перспективах, может быть, набросках и темах форума 2020 года? Вы знаете, наверное, сложно сейчас по горячим следам сформулировать те темы, которые мы будем отрабатывать в следующем году. И прежде всего это связано с тем, что очень быстро меняется ситуация в информационном пространстве. Возможно, появятся какие-то новые, более актуальные темы. Но на наш взгляд все-таки важным останется вот та тактическая направленность, которую мы придали форуму с прошлого года. Это практика ориентированность. Наша задача не только обмен контактами, не только новые контакты, не только общение старых друзей, не только, может быть, дискуссионные какие-то форматы обсуждения важных проблем, но и повышение уровня знаний, компетенций журналистов. В том числе и прежде всего, наверное, региональных. Если вы обратили внимание, на этот форум, который мы проводили в Бресте, съехалось очень большое количество региональных журналистов, почти половина участников форума. Это очень хорошо и это очень правильно. Что ж, с нетерпением тогда ожидаем форума 2020 года и новых тем и идей. Спасибо вам за то, что пришли к нам на программу. Удачи и успехов, и не только в работе. Спасибо большое. Успехов вам и вашему телеканалу. Спасибо. Нагадаю, об тем, как прошел 14-й Республиканский международный медиафорум «Партнерство у имя Будушины» говорили с гостем программы «Головная за тыдень» первым наместником министра информации Республики Беларусь Паулом Легким. В рамках международного медиафорума в Бресте вызвали лучших журналистов, редакции и авторские проекты сродков массовой информации в области по выниках работы за минулый год. Кто стал лучшим, нагадает наш корреспондент Кристина Протасавицкая. Их работа рассказывает на паусах газеты и эфиры про все, что отбывается в регионе. С выше 70-ти выданий у периодичного другу с огульным разовым таражом больше 200 тысяч особников. Сотни годин в Ашане, Радоохваль и телеканалов. И нашукаете отказы на надзенные пытания, сделаются и делятся разом с вами, делятся перемогами и не боятся указывать на проблемы. Как означает, наместник министра информации Павел Легкий працует якосно и профессийно. Выбор лепших за все да не просты, а ли все ли-то у центра оценки был человек брышины, кажут организаторы конкурсу. Сегодня мы переходим к тому, что действительно журналистика это не просто описание неких новостей и событий. Это журналистика, это возможность передать историю края через людей. Я думаю, что этот подход, как и в принципе тренд отображения всех событий, которые происходят сегодня на уровне нашего государства, нашей области, через восприятие людей этих событий, это очень правильно и очень, ну пусть это будет модно, потому что это на сегодняшний день очень востребовано. Сиродоредакции областных объединенных и региональных газет лепший признан областная газета «Заря», яка в этом году рыхтуется отзначить свой 80-годовый юбилей. У наших средств массовой информации сегодня есть большой резерв. Многие еще не работают с некоторыми соцсетями, многие не используют мессенджеры. Поэтому эти награды – это аванс на будущее, для того, чтобы свою деятельность расширить по многим направлениям. Я не нашим отближе до своего читателя «Боензу Симпобач». Сиродоредакции районных и градских газет «Два пероможцы» – районные будни Пружанского района и Ляховецкий вестник. А позже она родилась апартизанкой и уже отзначила свой 75-годовый юбилей. Классическая газета на бумажном носителе – это долгожданная весточка в домах людей, которые и в отдаленной деревне ждут каждый номер. Мы просто хотим, чтобы эта весточка становилась более полновесной в прямом смысле этого слова. То есть мы расширяем, увеличиваем объем издания. Тех, ты не просто рассказывай, а лей показывайся ротредакцией телебачения и радуй лепшей признана телерадокомпания «Брест». Кожную ранницу промываем эфиры разом с вами, кожные трагодины – опошние новины. Мы показываем, чем живет наш регион и кто. Толиновитый, поспеховый, уим живет. А еще мы делимся своим добром. От сердца до сердца. У нас уникальный коллектив, очень талантливый, очень профессиональный. Самое главное, что мы всегда стремимся сделать программу, которая востребована каждым жителям региона. Я не могу не сказать о том, что 1 июня, а этот день скоро, у нас будет телерадиомарафон «От сердца к сердцу». Он у нас будет проводиться в четвертый раз. И не в первый раз мы помогаем детям. И я думаю, что это та ситуация, когда мы делаем то, что не может оставить равнодушным ни одного жителя области. Так само у знагородзели лепших журналистов. У номинации «Промысловая вытворчность и развитие предпринимательства» перемогла наша коллега. Загадчивца отдела региональных новин Людмила Салдина. Кристина Протасовицкая, Роман Филютич, телерадокомпания «Брест». На этом тыдне в «Брест» побывали представники Белорусско-Китайского комитета по супрацовнестве. В «Брест» кем облвканками отбылось посяджение комиссии по супрацовнестве в галине адукации. В 2013 году был взятый курс на тесное супрацовнество помеж Китаем и Беларусью. Важным звеному дуялогу двух краин является адукация. Звыше 350 договоров об ядновой белорусской и китайской установой адукации. Себроство Брестского и Аньхойского университетов началось в 2017 с подписания домовы об супрацовнестве. Уже празд год баки домовились об открытии взаимных центров по выучению культур обеих краин. Наместник министра адукации Китая Тянь Суедзюнь особисто познайомился с тем, как у сел Латкованов белорусским центром. Наступный этап развития относен к творению Института Конфуция, где студенты смогут выучать китайскую мову и национальные особенности Поднебесной. Погоднение баки подписали прямо во университете. Адносины помеж двумя краинами залежатся от разумения народов. Разумение починается с мовы. Тому мы организовали у Китая уже восемь центров по выучению Беларуси, а так само у двух китайских университетах открыты специальности белорусской мовы. Мы подтримливаем цикавость до белорусской культуры. У вас учатся 3200 наших студентов, а так само мы сприяем выучению белорусами китайского. Обмен студентами, эдукационные поездки, выкладчицкая мобильность, выучение китайской мовы. Неполный перолег аспектов, которые закранули на посадочные уделники комиссии по супрацовничеству, начались с министром эдукации Беларуси Игором Карпенко. Баки обмерковали перспективы дальнейшего сближения краин. Напереды не в Минску подписали погоднение об взаимном признании дипломов и выученных званьях. В Бресте ж намесили дорожную карту развития по инших направлениях. Подрыхтовка кадров для Китая, уголение мастерства, навучение синхронных перокладчиков, оздоровление детей с Беларуси и Китая. Это была инициатива президента Республики Беларусь пригласить китайских детей. Затем было приглашение китайской стороны пригласить белорусских детей в Китай непосредственно. Такой проект реализовывался уже в прошлом году, взаимный проект. В этом году он также будет реализован. В июле приедет группа китайских детей, порядка 200 человек. Они будут оздоравливаться в детском национальном образовательно-оздоровительном центре «Зубрёнок». И, соответственно, группа белорусских детей тоже поедет в Китай. Так само Баки обмерковали мероприемства, присвеченные году аддукации Беларуси и Китая. Наступное посаджение комиссии по супрационерству пройдет в 2020 году. Кристина Протасовицкая, Вероника Яковец, Тегра Накопян, телерадуя компания «Брест». На этом тыдне в «Брест» съехались представники замежных яурейских суполок. На года вельми знаковая. В «Бресте» перепоховали останки яуреев, знайденные подчас будавнейших работ. Ахверы фашистских оккупантов узнайшли свой спочин на полношных могилках, где усталявали памятный знак. 120 струн, два ярусы, жахливый напомин обминулой войне. И великий камень – огульный для всех надмогильный помник. На церемонию перепохования хвер Брестка Гагета пришли сотни людей. Представники улады, еврейской супольности – просто необыяковые брастовчане. Были и замежные гости – дипломаты, журналисты, активисты громадских организаций. Сегодняшняя подея в Бресте говорит свету, что Беларусь не забывая об тех жахливых речах, которые тут отбывались. Ему шановуем память тех, кто загинул. И повторяем слова – николь снова. Подчас ликвидации Брестка Гагета нацисты вывезли и знищили около 17 тысяч евреев. Тых, кто схавался, позднее вышукывали и расстреливали в городских дворах. Есть меркование, что минавито их останки знайшли подчас будавничих работ на пересечении улицы Куйбышева и проспекта Машерова. Раскопки показали ликах Вярыдзе на сотни. На кон дальнейших галёсу останков выказывались розные меркования. В вынику их вырешили перенести на Могилки. В этом вопросе городские влады и еврейская супольность досягнули компромиссу. Мы были очень рады услышать, что никаких препятствий фактически не будут и не могут быть. И было абсолютное соглашение в тот момент, как мы объяснили, что нужно, чтобы сделать, чтобы это были настоящие еврейские похороны. И мы очень благодарны за это. Мах, Олейфа, Шумоим, Бесах, Хасиде, Холехай, Сайорец. Шок, у домом Камай, Мсиво, Исиво, Шолоим, Винко, Иверо. Поминальные молитвы охвяры фашистских оккупантов чекали больше за 70 годов. По светской традиции до Могилу складаются кветки, а у церемоний берутся дел военное. На приконце церемонии у огульную могилу кидают по лопаті земли. Ушанують память трагично загинувших, и в тим месяц здесь нашли их останки. Это будет подвышенная зеленая зона, на которой невозможно сделать парковку или какие-то даже игры проводить. Что касается со стороны улицы Машерова, на перекрестке Машерова-Кубишева, мы готовим какой-то знак. Но этот знак не должен дублировать то, что мы уже имеем на перекрестке Дзержинского и Кубишева. И в данной ситуации идет такая работа конкурсная. После жалобной церемонии на могилках засталися волонтеры из Израиля. Яны пресачили, как похование отбылось сгодно с религийными канонами. Лечится, что тогда души закатаванных нарежется отправиться в небо. 22 мая, Международный день биологичной разностайности, заказник Споровский, что в Березовском районе, отримал новую специальную технику в рамках проекта программы развития ААН. Новое обстреливание допоможет заховать уникальную биологичную разностайность. Три белорусские заказники Споровский, званецы на Лебоцке, отримали сертификаты на новую специальную технику. Знайомство с ее работой отбылось у Споровским заказнику. Энергонасыченные тракторы, лесогосподаршие мульчары, косилки и технологичные автомобили. Дозволясь организовать полный технологичный ланцух покошений и использование растительной биомассы болот и пойменных лугов. Как минимум 500 лет эти участки выкашивали с людьми, а уже 25-30 лет они перестали выкашиваться, и поэтому активно зарастают. Если ничего не делать, то эти лизинные болоты, как таковые, исчезнут, их не останется. То есть только активное управление сможет их спасти. Подчас демонстрации макшимостей, сучасный трактор с легкостью заразает и сдрабляет хмызняк, формуя с его рулоны. Биомасса высохнет в натуральных умовах и будет перепрацованная над ранку. Пяньки, что за столице, сдрабняются мульчаром. Таким чином, после проходения техники, низинное болото набивает натуральный выгляд. Проект «Вьетландс» протягивается до листопада 2022 года. Его мета укоронения природы ахоуно-ориентованных и финансово-устойливых подходов до кирования лесами и водно-болотными угозьями, на особливо ахоуных природных территориях и позаиме. Это даст смягчимость отримать выгоды о заховании глобально значной биоразнастальности, климата и землекористания. А кроме того, створаются новые прационные места. Будучная Беларусь завязана на ее природе. До того же, в Беларуси есть добрая технологии, есть дивный человеческий потенциал, и когда у всех эти три складающие сумешаются, это даст велизарный ресурс для развития краины. Новая техника допоможет спинить зарастание открытых болот и пойменных лугов древами и хмызняками и тем самым отновить место гнездования вертлявой чаратянки в заказниках Споровский и Звонец и створить луговые кормовые угодки для европейского зубра в заказнику на Лебоцке. Моцные ливни накрыли Брестскую в область. За один только тыдень у разных районах выпало от 2,5 до 5 декадных норм опадков. Особливо интенсивные дожди прошли у Столинским, Пинским, Лунинецким районах. У полях стоит вода, владельники приватных господарок, фермеры и кировники сельгазпродприемства подлишивают страты. Днями с дымочной группой от 6-го канала наведала одну из наибольшь потерпелых господарок Лунинецчины. Открытое акционерное творчество «Вульковский рассвет» – одна из 14 сельгазорганизаций Лунинецких районов, кто наибольшь потерпел от наступства у стихии. Моцные дожди за одну ночь выдали месячную норму опадков и накрыли сотни гектаров полев. С 910 гектаров яровых и зернебобовых подтопленные сенья каля 30% площади, залитые водой и каля 75% соток гатунковой бульбы. Картофель и овощи. Само больше пострадали картофель и овощи, но на данный момент яровые и зерновые ранние будем смотреть чуть позже. В зависимости от погоды возможно и яровые и зерновые тоже под 30% может быть и не будут. Градки, где уже поспела узысти гибридная голландская морква, сегодня нагадывают рысовые поли. Каля 60 гектаров в годе, у дадзиный момент повинны засеиваться кормами, але хлеба технику сюды не пуская. Это через неделю, через две мы будем видеть реальный ущерб. Где-то что-то будет пересеваться однолеткой, будет на корм, где-то что-то будет пересматриваться. Аналогичная ситуация и на соседних фермерских полях. На гектарах морквы у приватной господарцы Кепцевич целые озеры. Ситуацию ускладняют переполненные миллиаративные каналы, где такую необходную весной вильгать руплево заховывали увесь засушливый красавик. У нас в сельскохозяйственном использовании чуть более 6 тысяч гектаров. На них построен сложный инженерный комплекс, насосные станции, труборегуляторы, шлюзы-регуляторы. До настоящего времени труборегуляторы и шлюзы-регуляторы работали в режиме задержания влаги для создания необходимого водно-воздушного режима почв на миллиарированных землях. А тут сложилась такая ситуация, что необходимо было их открывать, для того, чтобы сбросить лишнее количество воды. Основный пик воды заразнят. На объектах предприемства уровень воды у середнем снижены на 10-15 сантиметров. Работы по ликвидации наступства у стихии протягиваются. Татьяна Будгусеем, Людмила Салзина, Александр Дьяченко, телерадуя компания «Брест». Выглядите головное затыдень и мы протягиваем. На передатне комитета державного контроля Брестской и Гродинской области провели совместное посаджение у Каменцы. У центра уваги его удельников были пытания развития туризма у регионах. 15 миллионов долларов в год. Столько зарабляет Брестская область на туристичных послугах. А летость в нашем регионе побывала больше за полмиллиона туристов. Пока шики сдаются не кепские, а лезерш-контроль оценивая стан Галины довольно критично. В этой сфере все-таки достаточно много проблем. В ряде случаев они носят такой характер, я бы сказал, системный. И наша задача все-таки решить эти вопросы, найти какие-то совместные решения с органами местной власти, чтобы в сфере туризма происходил какой-то качественный скачок. Есть такие моменты, которые обоюдны и для Гродинской области, и для Брестской. В первую очередь это, конечно, комплектация профессиональными кадрами учреждений не только туризма, но и также это организации и придорожного сервиса, это гостиницы, это торговые объекты, это объекты АЗС, на которых люди должны фактически тоже владеть иностранными языками. Не ведают замежных мов и амаль 90% отестованных экскурсоводов, это лишь бы по Брестской области. А на улицах и на туробъектах не хватает информационных указальников хотя бы на английской. Увы, некую комфортно отшивают себе только русскомовные гости. Что до безвизовых туристов, то летность на Брестшине их побывала 18 тысяч. В тот час, как на Грозенщине, в пять разов более. Есть проблемные вопросы и по гостиницам. Как выправить ситуацию, потребный комплексный подход, меркуются зерк контроли. Валентин Бойко, Роман Филюци, Штелера, дает компания «Брест». А мемориальный комплекс «Брестская крепость-геройна» в этом тыдне наведал 25-миллионный турист. Ей оказалась маленькая Полина Шарстобоева, которая приехала в город над Богом разом со своими батьками из Москвы. Поздравляем тебя. В Брест и на угол Беларуси эта семья приехала в першню. Кажут, что наведать крепость-герой марили давно, а Люсью никак не отремовывалась. Теперь эту поездку я не запомню особо. Полина стала юбилейным наведывальником музея. Решили посетить по местам таким памятным, проехать по военным, показать историю, чтобы все это было видно не из учебников, а как бы наглядно, и ребенок, чтобы все это видел своими глазами. 24-миллионного посетителя мы встречали 30 апреля два года назад. Полагаю, что следующий, уже 26-ти миллионный, тоже будет, ну, примерно через года два. Летость музея обороны Брестской крепости наведала 522 тысячи человек. Все лето уже больше за 140. Одразу две спортивные военно-патриотичные гульни отбылись и на этом тыдне на базе 38-й десантно-штурмовой бригады. Это добровядомое многим поколениям гульня для подлетков Орляньо, а так само зорничка для самых маленьких. На два дни больше 230 юноковых девушек в возрасте от 15 до 17 годов окунулись в войсковые будни. Усеяны в дельнике областной спортивной военно-патриотичной гульни Орляня. Мы МЧС-класс. В Барановичах такая одна школа, девятая. Принимаем участие всей команды первый раз. Готовились, бегали, прыгали, тренировали, строевой шаг, строевую подготовку, стрельбу, разборку автомата. Кожная сборная – переможцы регионального этапа. Зараз задача – отстоять свой титул на областном узровне. Основная цель Орленка – это, конечно, патриотическое воспитание молодежи. Здесь молодежь учится взаимодействовать, взаимовыручки. Они учатся проявлять инициативу, также коллективизм. И чтобы вместе идти к поставленной цели, а именно к победе. Своей особливой визитовкой каждой сборной можно лишить конкурс строя и песни. Улишивается все. Знешний выгляд, злаженности, вразность к року – командная песня. Так само отдельники меньшим за хвилину повинны разобрать и собрать автомат. А далее спортивная эстафета. Подобные конкурсы – строевые песни, полоса пирожкот и курс молодого бойца – и угольня «Зарнишка» для самых маленьких. Ее областный финал так само отбылся на базе 38-й десантно-штурмовой бригады. Мне очень хорошо. Мне нравится здесь принимать участие. Я очень тренировался. Мы всегда рвемся к победе. Второй раз подряд у нас проводится игра для младших школьников «Зарничка». То есть мы решили, что начиная с самых маленьких, с октября, мы будем уже прививать им вот эту любовь к родине, готовность пойти потом служить в армии, если нужно стать на защиту своей родины. По выниках с поборництва, лучше стала сборная Ганцевишев. Единственное проставить нашу область на республиканском финале в Борисове. Другое место – у Борстовчан. Третье – у команды Спинска. Тысячи мотоциклистов из разных краин света собрал в Бресте традиционный байк-фестиваль. На передние дни организованная колонна проехала по головных в улицах Бреста, а на парковцах Каля-Лядово-Копалаца отбылся показальные выступления байкеров. Англия, Франция, Нидерланды, Польша, Беларусь, Россия. В 19-й раз в городе над Бугом состракают гостей Брест-байк-феста. А это около 10 тысяч мотоциклистов с большим 20 краин света. В дельнике фестиваля мкнутся, творить шумные свята не только для себя. Под час параду головные в улице Бреста наполняются ровом моторов. И горожане с погадлево витают байкеров. В этом году тайминг руху мото-колонны растягнулся омашту на годину. Когда одна частка колонны только уезжала в город, другая уже проехала по головных в улицах. И припарковался на плясу цикаля Ледового палаца. Я раньше ездил на мотоцикле из Львана, сейчас я живу здесь. Но тоже на мотоцикле катаюсь. Вот это моя жена Брестская, мы живем в Бресте. Приехали в Брест в среду, перекатаемся везде, очень довольны. У вас всегда очень хорошо, тепло, народ очень хороший, дружелюбный. Маршрут от дома до Бреста у многих байкеров склада не одну сотню, а навод тысячи километров. Брест сам по себе прекрасный город. И не упускаем возможность посетить как город, крепость, так и прокатиться с братьями в большой колонне. Мотоцикл, как и для устрывания святопогляда его господара. На плясу цу можно встретить не только классические Ямахи, Голдвинги, БМВ, Харлеи. Есть и заправдные творы техники и дизайну. Мотоцикл далеко не первый. Здесь, если видно, что покрашен эксклюзивной краской, специально для меня приготовленный. То есть, ну, вкладывается всегда душа мотоцикла в моем случае. На своей умове рассказывает и амуницией мотоаматеров. Значки обозначают, в принципе, все фестивали или мероприятия, на которых я был. Вот эти значки я ветеран пожарной охраны, пожарный спасатель. Я их в свое время заработал. Многие приезжают на фестиваль великими группами. А бростовчанка Ренатыш остается здесь по городу разом со своим лаборатором Дейзи. У якости сродков перемещения. Собранный мужем и свекрым Урал. Специально собаку мы не обучали к общению с такой техникой. Получилось это чисто случайно. В нашей семье появилась Дейзи, в нашей семье появился этот мотоцикл. И только первый раз мы его завели. Дейзи заявила желание прокатиться самостоятельно. Байк-фестиваль протягнула концертная программа о здоровляншем лагере Орляня. Наступный юбилейный байк-слет. Организаторы плануют сделать больше масштабным и сюрпризами. Евгения Мороз, Юрий Плинда, телерадио «Кампания Брест». Вот таким, вельми насыщенным выдался этот день на Брестчине. Что принесет нам наступный, доведемся простый день. В наступную неделю, в этот час. До встречи.